Всем привет! С вами Роман и сегодня ко мне на обзор попал вот такой вот наборчик. Это модель самолёта Conwayer F106 Delta Dart в масштабе 1 к 72 от фирмы Hasigawa. Скажу сразу, это довольно старый набор. Одного человека слышал, что это вообще перепаковка модели от фирмы Frog. Хотя что-то я в этом сомневаюсь, но вполне может быть, потому что много Frog-овских моделей перепаковывалось фирмой Hasigawa. Например, тот же самый самолёт Lightning. Сейчас эта модель не слишком актуальна, так как есть более качественные, более вменяемые модели от фирмы Meng и от фирмы Trompeter. Конечно, самый идеальный вариант это модель от фирмы Meng. В модели Trompeter чуть похуже, но тоже неплоха. Но, опять же, там у тех моделей есть один недостаток по сравнению с этим набором, это цена. То есть, если средняя цена этого набора колеблется в районе 15-20 долларов, то модель от Trompeter стоит в районе тридцатки, а модель от Meng там, по-моему, что-то в районе 35. Конечно, можно с рук найти и дешевле, но большинство людей, я уверен, будут покупать с магазина, а не искать с рук. Этот набор я приобретал когда-то очень-очень давно. Это был, кажется, 2010 год. Покупался он ещё в гривнах, вот по такой цене. То есть, 15 долларов. И я тогда был дико рад, что я этот набор урвал за 15 долларов, потому что, в принципе, он везде стоил дороже. Итак, что мы видим? Такой вот очень умиротворяющий, красивый бокс-арт с самолётом F-106. Кто не знает, это перехватчик, который вот только пустил ракету. На фоне вот такого вот неба. Тут там, видим, где-то солнце заходит. В общем, выглядит очень красиво. Стандартная хозяевская коробка белого цвета. Ничего лишнего. Смотрится очень гармонично и красиво. Так, здесь у нас куча всякой дребедения написано, не совсем непонятной. Так, здесь у нас боковичок модели. Вот, видим, что можно вот в таком варианте её собрать. Итак, откроем коробку, глянем, что у нас лежит внутри. Так, начнём по традиции с инструкции. Ну, здесь у нас инструкция встречает описанием самолёта. Тут на английском языке и на японском есть. Вот, кому интересно, кто знает язык, ставим на паузу и читаем. Вот, тут примерные размеры самолёта. Указаны. Ну, то есть, модель сама будет почти 30 сантиметров длиной и где-то 15 сантиметров в размахе. Так, с этой стороны у нас схема окраски и нанесения декалей на два варианта, как видим. Так, здесь у нас схема расположения деталей на литниках. Видим, у нас 4 литника и отдельно фонарь идёт. Также здесь вот цветовая схема даётся. Такая вот с привязкой к краскам Ганза. То есть, чёрная это у нас сольвентная серия, речь это водная серия. Ну и тут у нас какая-то ненужная дребедень. Ну и вот здесь вот у нас условные обозначения идут сверху. И далее схема сборки. Схема сборки вот такая вот. Ну, инструкция предельно простая, понятная. То есть, инструкция здесь хорошая. Далее у нас идёт здесь в наборе декаль. Как можем видеть, она со временем даже не пожелтела, что удивительно для модели от фирмы Хосехава. Здесь в изобилии присутствует техничка, также приборка даётся декалью. Ну и два варианта окраски. Хотя вот видим, по нижним вроде как чуть-чуть желтизна появилась, но её легко можно будет скрыть. Такая неплохая дека. Вот. Декаль здесь в модели прям очень хорошая. Далее фонарь. Вот фонарь у нас, видим, он такой вот имеет чуть-чуть облой. Ну, это легко убирается. Из недостатков этого фонаря это то, что здесь вот так практически не читаем переплёт. Он еле-еле заметен, как можем видеть. Фонарь прозрачный, хороший всё, но из-за вот этого вот переплёта, конечно, всё впечатление ухудшается. То есть придётся долбаться, вырезать маски, маскировать фонарь и наносить переплёт. Так. Переходим к пластику. Так. Ну, модель, скажем так, довольно крупная, довольно массивная. Размером, наверное, с советский 25-й Мих. Ну, только чуть-чуть по этот, более такая стройная и худая. Ну, а длиной примерно, да, такая же может. Чуть меньше. Итак, первое у нас, что видим, это нижняя часть крыла. Тут у нас видим некая проработка внутренних частей шасси. Вся расшивка очень тоненькая внешняя. Также присутствует клёпка. Вот. Вот так это выглядит. Расшивка, я смотрел, здесь полная. То есть можно смело по старой расшивке просто перерезаться. Расшивочка здесь хоть внешняя, но она хорошая. Так, верхняя часть крыла. Ну, здесь всё выглядит примерно так же. Выглядит, в общем-то, ну, как для модели тех годов, вполне себе неплохо. Вот. Я, кстати, в своё время психанул, и Хосигавовский F102 перерезал всю расшивку. Пластик, конечно, резался такое себе. Ну, вот, что мне понравилось, это то, что расшивка полная, можно спокойно по старой расшивке резаться, не заморачиваться. Вот. Сейчас ищу декаль, кстати, если у кого-то есть лишняя декаль на F102, пишите в комментариях, готовы у вас её приобрести. Итак, здесь у нас, ну вот, приложив, мы можем видеть, что здесь, в принципе, хорошая стыкуемость. По крайней мере, по крыльям. Так, сейчас, оп, у нас тут нос отвалился. Так, здесь у нас какие-то элементы подвески, ракеты вот такие вот, чёрти как выполненные, их менять однозначно, что-то более вменяемое надо, либо делать с закрытым, закрытым оружейным отсеком модель. Ну и тут носовая стойка шасси, я так понимаю. Подвесные баки, створки шасси. Ну и куча разной мелочёвки. Видим, следы оттолкателей на таких вот местах находятся, ну хотя бы ненавидимых. Так, далее у нас левая половина фюзеляжа. Она выполненная точно так же. Вот, как и крылья, то есть, у внешней кроек, клёпка, всё нормально, в общем. Носовая ниша шасси имеет два следа оттолкателей, также вот такой вот тормозной щиток. Это у нас основные стойки шасси, элементы воздухозаборников, носовые колёса на шасси, ну и створки основных ниш шасси. Также вот такой вот оружейный отсек. Так, ну и последний литник. У нас здесь вот этот вот хвостовой тормозной щиток, основные с колёсом на шасси. Вот такое вот кресло пилота, сам пилот, двигатель. Ну и воздухозаборники двигателя. Итак, что могу сказать? В принципе, данный самолёт, если вы хотите делать без открытых, скажем так, элементов интерьера, то, в принципе, вполне собираем с минимальными доработками. Понятное дело, что доработать вам всё равно придётся, если вы захотите собрать меняемую модель. Но, опять же, эта модель только для тех, у кого прямые руки. Как заготовка для постройки неплохой модели, она сойдёт. Касательно геометрической точности этой модели, ничего сказать не могу, но так люди вроде как хвалят. Что можно сказать? Если вы не хотите, или вас жаба давит отваливать каких-то лишних денег за модель от фирмы Трумпетер или, избави, господи, от Мэнг, то тогда смело идём и покупаем вот эту модель. Если у вас прямые руки, то, в принципе, привести её в порядок и сделать из неё реально хорошую модель у вас, я думаю, получится. Опять же, я жарю, работа с F-102 от Хосигавы. Мне, я не сказал, что доставила много геморроя, скорее, местами даже доставила удовольствие. Хотя там тоже надо было кроить, дорабатывать. В общем, с моделью пришлось повозиться. Эта модель, в принципе, из такой же серии, такого же качества. То есть, если вы хотите их сэкономить, если цена будет в районе 1000 рублей, то спокойно, смело покупайте, собирайте. Я думаю, у вас всё получится. Если вы не хотите заморачиваться, резать расшивку, дорабатывать внутренности, то спокойно, с чистой душой идёте и, заплатив 30-35 долларов, покупаете Мэнг или Трумпетер. На этом ролик будем заканчивать. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк внизу. Подписывайтесь на канал, если этого ещё не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok